С E&B нельзя нормально играть, они делаются только для скриншотов. Не объективные, но честные мнения от душевных людей. Моды на графику ломают игру, и даже тошнотный зеленый фильтр из Fallout 3 будет лучше, нежели чем лагающий и вылетающий кусок игры, перегруженный кривыми модификациями. Знакома ли вам эта чушь? Искренне надеюсь, что нет, потому что сегодня мы с автором канала Sofa Gaming покажем и расскажем вам, как от и до изменить свою игру до неузнаваемости и при этом не потерять ни грамму в производительности. А также приправим это тонной нового контента и механик. Делать мы это будем на примере четвертого Fallout, а в конце разыграем его лицензионную копию в рамках нового творческого конкурса и поможем победителю с установкой всего и вся из этого видео. Однако прежде чем мы начнем, мне нужно сделать один, но важный анонс. С 3 по 6 октября в московском Крокус-центре будет проходить Игромир, на который приеду я и автор канала Sofa Gaming вместе с нашими общими и близкими друзьями в лице гения игровой индустрии и главного любителя безалкогольного пива Германии. Так что если ты живешь в Москве или рядом и хочешь обсудить с нашей потрясающей компанией, не дающей покоя вопросы, то милости прошу по ссылке в описании за билетами, чтобы встретить октябрь так, как еще никогда не встречал. Там же, то есть в описании, будет ссылка и на встречу, чтобы вы, друзья, смогли быть в курсе того, как и где все будет происходить. К слову, если Игромир тебе не по душе или не по карману, но у тебя есть желание с нами пересечься, то также переходи по ссылке, ведущей на встречу ВКонтакте и отмечайся, что пойдешь. В течение всей той недели я вместе с Sofa Gaming буду в Москве, так что мы найдем место встречи и вне Игромира. До встречи в октябре, приятного просмотра. Я никогда не ставил чужие заборки модов и, честно говоря, до сих пор считаю установку чужих сборок плохой затеей, ибо игрок сам должен настроить игру так, как ему это нужно, индивидуально под себя. Зачастую чужая сборка это просто репак с игрой, в которую хаотично запихали моды и выдали все это за что-то новое или, может быть, красивое. Зачем оно мне надо, когда я сам в состоянии установить все те же модификации и добиться, возможно, даже лучшего результата? Именно такой вопрос задавал я себе до того момента, как не познакомился лично с автором сборки, цель которого сделать Fallout 4 максимально притягательным визуально и заставить все получившееся работать со стабильной чистотой кадров, без просадок, вылетов и проблем даже в самых капризных местах и локациях. Сборку, каждый модуль которой адаптирован под другой. Сборку, которую можно дополнять своими модами на свой вкус и цвет. Сборку, которая будет выделяться среди всех своих аналогов работоспособностью, качеством визуала и производительностью, в какой бы локации вы не находились. Я познакомился с ее автором лично, проверил ее работоспособность ни много ни мало и накатил поверх всего этого более 160 своих модификаций. И теперь, вместе с каналом Sofa Gaming, готов вам подробно обо всем этом рассказать, чтобы каждый из вас без особых усилий смог создать именно свой Fallout мечты. Fallout 4 Full Immersive. Именно так называется то, о чем мы сегодня с вами будем вести беседу. Так что усаживайтесь поудобнее и... Добро пожаловать в абсолютно новый Fallout 4. Содружество, которое от и до будет не похоже на то, что было раньше. Визуально, геймплейно и нарративно. В этом видео мы покажем, как и благодаря чему прохождение по сюжету в этот раз будет совсем иным. Наполненным новым контентом, графикой и альтернативным взглядом на происходящие в игре события. Перед вами фрагмент почти самого начала игры, где ваш герой должен был спасти короля поселений из музея Бостона в Конкорде. Вместо этого, теперь, благодаря моду Депавити, можно встретить NPC, который отведет вас в один из местных домов и расскажет все, что думает об этих самых мини-тменов, выставляя фракцию в совершенно другом ключе. Однако, какое решение относительно новой, только что полученной информации примите вы, уже совсем другой вопрос. После выхода из заведения у вас будет два пути. Стандартный или по новому квесту, который выведет вас на столкновение со стрелками в самом начале игры. Это будут не лучшие собеседники для старта, но награда с них будет себя оправдывать и поможет в дальнейшем продвижении по игре. Если что-то из найденного вам не подошло или не понравилось, это всегда можно продать торговцам, но учтите, что в этой сборке торговцы не будут скупать или предлагать вам абсолютно весь товар, что есть в инструментарии игры. Но весь этот товар, кстати, можно переименовывать по своему вкусу. За это и не только отвечает модуль 2. Он позволит вам не только беседовать с дополненным диалоговым окном, но и грамотно подойти к вопросу менеджмента ресурсов, сортируя предметы по категориям и параллельно отслеживая ваши внешние статусы, такие как бафы или наоборот дебафы. Следить важно не только за вашим игровым персонажем, но и лично за собой, поэтому в этот же модуль был вшит мод для измерения реального времени, чтобы вы всегда могли сделать перерыв вовремя. А дальше только вам решать, куда двигаться, по новому сюжету или уже привычному пути. Однако, в какой бы игровой район вы не забрели в результате и каким бы делом не были в нем заняты, автор сборки хочет, чтобы ваше игровое времяпрепровождение работало как часы. Модуль 3 Important Mods ответственен за ваш стабильный счетчик ВПС в любом районе Бостона, даже будучи экипированным любым оружием и броней. Эта задача крайне непростая, учитывая, что каждый квадратный метр карты выглядит иначе, благодаря модулю 4 под названием HD Vault, в состав которого входит более 110 стабильно работающих и адаптированных друг по другу графических модификаций и ретекстуров, а также погодных условий и новых визуальных эффектов, как от той же погоды, так и от других источников. Таким образом, все вокруг будет выглядеть четче, начиная от всегда отличимых друг от друга внешних контейнеров вместо простых и шаблонных HD-терминалов, химикатов, ядерных блоков, глобусов, карманных или настенных часов, послевоенных моделей радио, рамок картин и прочего и прочего из интерьера, и заканчивая текстурами высокого разрешения предметов экстерьера, таких как скалы, гравий, деревья, доски, железные дороги и так далее. Теперь ваше содружество будет меняться по ночам. Оно будет темным и опасным, просто потому, что я предложу вам поставить в этот модуль мод, который будет спавнить ночью особых черных гулей и медведей, свадка с которыми весьма не лучшее решение в абсолютно полной темноте. Для того, чтобы прожить дольше этой ночью, рекомендуется раздобыть прибор ночного видения. Он не спасет вас от черных новых ночных существ, и его вообще для начала нужно будет найти, но в обнаружении новых тварей он существенно поможет. А вообще, лучше спите по ночам, потому что силы на новый день вам точно пригодятся в рамках этой сборки. Проснувшись в новый день, вам в поисках нового вооружения и брони необходимо будет внимательно изучать содержимое инвентаря падших врагов. Модули 5 HD Armor и 6 HD Weapons органично перетекстурят всю ванильную игровую броню и оружие, сделав внутриигровые вещи приятными глазу. Все вещи теперь идут от 2К разрешения. Но не думайте, что новые вещи сильно вам помогут. В содружестве живет множество нелицеприятных существ, от надоедливых дутней до прожорливых когтей смерти. В Fallout 4 Full Immersive почти каждый из этих мутантов представляет из себя угрозу. Кто-то просто травит вас и тем самым вешает дебаф, кто-то просто отгрызает головы всему, что стоит на пути, а некоторые просто непобедимы. Как вы будете бороться с этими тварями решать сугубо вам. Наша же задача оповестить вас о том, что каждый мутант выглядит не как в оригинале и всегда одет в 2К или 4К текстуры, в зависимости от того, какой архив вы поставите. Нетрудно догадаться, о каком модуле в актуальный момент идет речь, ведь вся суть была изложена ранее. Модуль 7 это HD Creatures и в него входят, как ни странно, ретекстуры всей местной фауны. От штурматронов, мистеров-помощников и синтов до когтей смерти и либерти прайма. Однако не стоит останавливаться на местной фауне, нужно помнить о своем герое. Отнеситесь к этому процессу с должным креативом перед тем, как выходить в пустоши, а модуль 8 под названием HD Player NPC вам в этом поможет. В него входит и полюбившийся всем CBBE для более текстурированных тел, бодислайд для дополнительных корректировок нужных вам форм, татуировки, моды для видоизменения тела и прочие утилиты для глубокой кастомизации персонажа, начиная с женских и мужских причесок и растительности на лице и заканчивая детальными зубами. Не забытые спутники главного героя в этом модуле. Пайпер, Ник, Дим и некоторые другие теперь выглядят куда приятнее. Наверняка все, кто играл в оригинальный Fallout 4, замечал момент, когда ну явно не хватало сочности в анимации. Это касается не только оружия и его перезарядки, но и объектов, не касающихся игрока. Девятый модуль был собран с целью исправить актуальное положение дел, добавив в игру кучу новых анимаций, начиная от перезарядки стволов и заканчивая анимациями ранее статичных объектов. Полный перечень содержимого у вас перед глазами, а я лишь скажу, что от себя дополнил этот и не только модуль самостоятельно, модификациями по своему вкусу. Так, в этот модуль попали новые анимации применения химикатов, новые боевые анимации некоторых видов вооружения, ригдол мертвых существ и тел и альтернативные анимации фонаря от пипбоя. В результате модуль получился весьма объемным и дает новые ощущения от использования уже привычных старых элементов игры. Но как получать удовольствие от старых предметов, если эффект от их использования не изменился? Суть в том, что благодаря модулю HD Effects все как раз таки наоборот. Теперь выстрелы действительно ощущаются как выстрелы, каждый из них сопровождается нужными эффектами, такими как пламя, дым и искры. В зависимости от того, что конкретно вы используете в актуальный момент, эффекты будут всегда разные. Стреляете из огнестрела, наблюдаете, как дым и искры валят из вашего ствола, а частички врагов разлетаются в еще более красочных деталях оттенка красного. Используете лазер, наблюдаете блики и вспышки, а враги тем временем превращаются в груды слизи или горячей плазмы. По душе огнемета не беда, и на этот фетиш найдется применение. Враги в буквальном смысле сгорят до костей, когда вы их поджарите. Добавьте к этому еще измененные эффекты освещения от всех источников света и костров, адаптируйте под все остальные модули так, чтобы все работало в 60-50 FPS, и получите 10-й модуль обсуждаемой сегодня сборки. Так, обновленная картинка есть, улучшенные эффекты есть, новые монстры есть, но для полного погружения и ощущений чего-то явно не хватает. Не будем сегодня учитывать квестовые моды, которых в этой сборке пруд пруди, мы их обсудим на ролике софы, а обратимся к последнему крайне важному пункту, влияющему на погружение и атмосферу, а именно к звуку. 11-й модуль именно за него и отвечает, добавляя в игру множество звуковых модификаций. Здесь и тихие поселения, в которых ваши миньоны не шумят и не мучают вас шумами бесконечного ремонта и гудящих генераторов, и скрипучие старые двери вместе с новыми криками кулей, новые эффекты эхо в помещениях, новые эффекты взаимодействия шагов с ландшафтом, и даже реплики диктора после смерти вашего персонажа в духе депрессивных и зиметричных первых частей франшизы. Лично я дополнил этот модуль модификациями на новую музыку в Diamond City и Classic Radio, чтобы уже до боли знакомые мне и вам мотивы были разбавлены другими композициями того самого культового времени. Мир Fallout всегда был мрачно тяжел для его обитателей. Да, его восприятие доводит до игрока через ироничную призму, будто у всех все хорошо и забавно, создавая ощущение, что вокруг нет никакой разрухи и все в целом более-менее хорошо. Но мы-то с вами знаем, что должно скрываться за этой маской. Именно поэтому последний модуль сегодняшней сборки нацелен на ее снятие, дабы игрок мог ощутить на себе все прелести этого мира без псевдоиронии, самым что ни на есть настоящим образом. Горизонт. Именно он заставит вас прятаться, есть, пить, спать, экономить и делать сложные выборы между потерей имеющихся на данный момент ресурсов ради приобретения новых, возможно лучших, а возможно и нет. Именно этот модуль ответственен за все новые геймплейные элементы сборки, начиная от измененных способов лечения и заканчивая полным ребалансом спавна всего лута в игре, будь то хлам, медикаменты или легендарки. Лично я, как обычно, поверх всего этого накатил еще модификацию под названием Create Your Own Difficulty Rebalance для полного изменения коэффициентов входящего и исходящего урона и почти добился того, чтобы каждая схватка с врагами сопровождалась хоть какими-то издержками. В результате, если вы установите эти же модификации и модули, ваш персонаж будет выживать, а не комфортно существовать на пустошах. Ваш персонаж будет болеть, голодать и страдать от жажды, а вы будете его вытаскивать из этого состояния каждый божий день в поисках новых ресурсов, необходимых для выживания. Ибо это, на мой скромный и субъективный взгляд, и есть настоящие радиоактивные осадки. Это был последний модуль сборки Full Immersive, но впереди еще 150 плюс наших поверх установленных модов, о которых мы поговорим в отдельном видео на моем канале, а мы переходим к части, обещанной в начале ролика, а именно к деталям нового конкурса, результаты которого будут оглашены уже 1 октября. Мы с автором сборки хотим сделать ее еще более иммерсивнее, и чтобы добиться нужного результата, мы пришли к тому, что было бы неплохо заменить тривиальные советы про нажмите кнопку А, чтобы выполнить действия Б из загрузочных экранов, на лорные или окололорные цитаты, советы, стихи, выражения или высказывания, которые придумаете лично вы. На стримах по стресс-тесту этой сборки мы уже собрали множество подобных, но вашей же задачей сегодня в рамках этого конкурса будет сделать то же самое, только в массовом количестве. Придумайте, украдите, спросите у друзей и родных и напишите в комментарии под этим видео совет, цитату, стих, умозаключение или что-либо другое еще в рамках лора вселенной Fallout или постапокалипсиса в целом. Поставьте этому ролику большой палец вверх и подпишитесь на мой канал и на канал моего соавтора. И не забудьте открыть доступ к подпискам, чтобы вы могли проверить ваш аккаунт. Автора лучшей идеи уже 1 октября мы порадуем лицензионным ключом от Fallout 4 и лично поможем собрать сборку из этого видео. Для всех же остальных, дабы народ не унывал, в описании будет указана ссылка на пошаговую установку, как самой сборки Full Immersion, так и инструкция по всем модам, что мы накатили поверх, как в текстовом, так и в видео формате. Именно о них на моем канале уже вышел отдельный ролик. Если у вас возникнут вопросы по конкретно нашей сборке, Игромиру и в целом касательно моего канала, то добро пожаловать в наш Дискорд и паблик ВКонтакте. А если будут вопросы к самому автору сборки лично, переходите уже в его Дискорд. Все ссылки будут в описании под этим роликом. Спасибо за лайк, репост и особенно за поддержку на Донейшн-сервисах и Патреоне ребятам, которых вы сейчас видите на своем экране. Вы, господа, главный стимул делать еще лучше. Всем же остальным я говорю спасибо за просмотр Over9KP1000. Увидимся очень скоро и не только в формате видео. Пока-пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok